Или вообще, откуда я вообще приехала? Вообще. Понятно. Родилась я в Одессе, выросла и закончила консерваторию там, а потом пела в Минском театре, но недолго. Только в Минском театре. И вот первые мои гастроли на Скала, и каждый год с тех пор, вот 6 лет подряд, Венская опера, Метрополитен опера, и вот так вот можно считать, что я приехала отовсюду. Вот сейчас вот в Гамбурге. И в Германии это первая? Нет, нет. То есть не первая страна, это страна, где вы раньше не были? Почему? Я в Германии уже четвертый сезон. Четвертый сезон. Да, и в Гамбургской стоит опера третий год уже. Еще так, между прочим, я здесь квартиру имею. Это очень, это классно. По-моему, это самое лучшее. Ну, почему? Нет, наверное, не самое лучшее, конечно. Самое лучшее – жить дома. Да. А вы не живете дома? Как вам сказать? Дома, Одесса, там ничего не осталось. И в связи вот с такой вот политической обстановкой сложной, которая сейчас происходит, я, например, я не знаю, где я дома. У меня мать украинка, белорусско-полька, отец армянин. В Армении что сейчас происходит? Я не могу там жить. Выросла я в Грузии у бабушки. Где дом? Я не знаю. Вот дом, может быть, последний дом, как у нас, как в Белоруссии считается. Потому что, вот еще так, как выяснилось, что моя прапрабабушка белорусская, это очень знаменитый род Миклашевичей. Вот, так что можно считать, что мы нашли свой дом вот в Белоруссии. И мы действительно чувствовали себя там, как дом. Только единственное, что сейчас такая обстановка в России, что совершенно невозможно заниматься творчеством. Нету, ну нету для этого ничего. Не ставятся спектакли, не приезжают певцы. Все, практически все уехали. Все уехали. И, в принципе, только вот когда у меня есть время, я приезжаю, пою благотворительные концерты. Вот в Белоруссии в октябре пела. Сейчас, наверное, в Питере, после вот этой вот Аиды, в Питер приеду на концерт. Ну, еще так, договариваемся. В стадии договора. Вот так вот. Но у вас русское гражданство, вы не вмигрыли? Нет, нет. У меня русское... у меня русское... у меня белорусское гражданство, будем говорить так. Так, что русское. Ну да, ну да. Так, у меня половина семьи здесь, половина в Америке, половина в России. Я вообще не знаю. Где что? А где вам больше понравилось жить? Кроме России. Именно жить или работать? Работать, да. Какие люди? Ну, мне очень нравятся, конечно, немцы своей пунктуальностью. Очень нравятся, особенно вот северные немцы. Вот, что касается работы. Очень мне нравятся немцы южные, они совершенно другие. У меня друзья у нас. Винодел есть. Очень такой хороший наш друг. Янц Барч. Мне нравится... В принципе, я не могу даже сказать, что вот по национальности, кто мне так нравится, не нравится. Просто вот бывают люди хорошие, бывают люди плохие. Но что мне нравится именно конкретно в немцах, что вот эта вот пунктуальность, вот эта вот работоспособность. Вот если вот в Гамбурге, например, если вы сказали «да», это означает «да», даже вы можете не подписывать никаких документов. Вы сказали «да». То есть в этом заключается профессионализм. И профессионализм, и доверие друг к другу. Потому что они могут доверять такие суммы, просто скажешь «да», вот я сделаю. Вот это мне очень нравится. Это нас здесь просто покорило. То, что люди настолько отвечают своим словам. Очень нравится в Америке, именно в Калифорнии. У меня сейчас дочь там учится. Именно по музыке. И по музыке, и вот уже какой он язык будет учить. Русский знает, английский знает, немецкий знает, испанский. Четвертый язык уже начинает изучать. Да, старый. А можно спросить, если это вам не трудно, рассказать о своих чувствах, об этой опере? Что вы думаете? Ну, я, во-первых, оперу Аиду очень люблю. Во-первых, потому что я когда-то начинала с этой оперы в Минском театре. Это была моя четвертая роль в этом театре. Дирижировала Татьяна Михайловна Коломейцева. И потом я пела в Испании, это пела много раз в Ереване, в Тбилиси, гастролировала с этим. Это, конечно, необычная еда, вы уже видели. Сейчас только кончилась репетиция. Я не знаю, если бы, конечно, дело зависело бы от меня, я бы не ставила такую постановку. Но, к сожалению, тот, кто платит за постановку, тот и выбирает, что ему ставят. Хотя идея Джона очень интересная и, что ли, очень важная, особенно сейчас, потому что сейчас столько происходит в мире всего ужасного, эти войны кругом и всю. А что далеко ходить? Вот, вот, Сухуми, дом, где вырос мой супруг, он разбомбили просто. Еще хорошо, что год назад родители вовремя уехали в Америку, я живу сейчас спокойно. Ну, что делать? И вот поэтому, вот, такие вот, как Джон, он помнит свою, там, Кубинскую революцию, там, или что, по-моему, на эту тему, может, хотел что-то ставить. И он, как в знак протеста против этих войн, решил Аиду сделать, как бы, вот, против войны. Что да, и что все равно, даже если вот они победители, все равно, даже победителям война все равно несет гробы, инвалиды, искалеченные судьи. Эта идея, конечно, очень правильная и все. Только я так немножко сомневаюсь насчет того, что надо ли было ее совмещать с Аидой. Ну, это уже, как говорится, другая, другая материя, да. То есть, вы предполагаете, что если завтра будет какая-то катастрофа с оперой, в смысле восприятия зрителей, она все равно будет существовать или нет? Как к этому относятся немцы? Вы знаете, именно здесь, в Гамбурге, я пела два года назад, три года назад Тоску. Тоже вот такая вот постановка. Но, в отличие, вот здесь еще есть идея. Здесь есть идея. И она выглядит, вот, как плакат какой-то, правда? Такой, типа, Родина, мать зовет, правда? Да. Что-то, что-то в этом есть. А та постановка была вообще, не разбери пойми что. И я помню, что вот закрывается занавес, и сразу свистки, крики, бу-бу-бу-бу-бу. А потом только начали выходить певцы, вот, я, Лима, Хуан Понс, и браво, брависсимы, и все. То есть публика дифференцирует певцов отдельно, если они пели хорошо. А кто им не понравился. То есть каждый получает по своим заслугам. Так что я думаю, что самое важное сейчас беречь здоровье, беречь голос. И не дать его. Да. И просто петь музыку верт. Да. Можно вас, Марина, спросить, если вы любите об этом говорить, какие у вас планы на будущее? Ну, работа, вот вы имеете в виду, куда я должна ехать. Нет, ну вот, когда закончится контракт с Германией, вы не знаете, что вы будете дальше делать? Почему? У меня до 96-го года все расписано. То есть, конечно. И еще пройдет пару месяцев, я буду знать и уже дальше. На 10 лет уже? Да. Нет, ну на 10 лет никто не планирует, ни один театр. Планирует максимум на 3-4 года. Вот немцы, кстати, планируют на 4 года, а итальянцы, что-то они в последнее время так на год. И то не успевают. Я просто не поняла. Вы постоянно приезжаете в Россию? Имеете такую возможность или нет? Ну, как постоянно? Когда есть время. Когда есть время. И согласитесь, что сейчас не так это просто сделать. То есть, отсюда уехать? Нет, отсюда уехать сложно, потому что работы много. А оттуда выехать еще сложнее. Да. То есть, еще эта проблема. Нет, ну сейчас, конечно, для нас уже этой проблемы нет. В принципе, когда 3 года тому назад мы сюда приехали, мы думали, что мы иммигранты 100%. Потому что нас довели вот так, вот до такого состояния. Один раз не оформили, второй раз опоздали на гастроли. И так получилось, что я вылетела в Испанию на гастроли, а муж с дочкой прилетели сюда, в Германию. И уже с моим немецким паспортом. Потому что я еще в Испании, я еще не имела немецкой лизы. И уже здесь, в аэропорту, они меня встретили, уже здесь. То есть, мы уже, мы уезжали уже как насовсем. И уже когда купили квартиру, здесь уже обосновались, думали тоже насовсем и вообще вот так. А потом есть такое слово ностальгия. Да. И она как начала, как начала. И все. То есть, эта ностальгия была вообще по родине? Или еще ничего? Да, вообще по всему. По людям, по русскому языку. Вот, например, дочка наша, дочь наша царевна, Будурка, как мы ее называем, да, она училась два года в Германии, очень успешно, у нее друзья были, все-все. А вот сейчас она учится первый год в Америке, и она счастлива, что много русских. Потому что вот в Америке, вот в Сакраменто, очень много русских, они общаются в церкви, они постоянно в школе общаются, у педагога по музыке, потому что она учится в приватной школе, там не у всех русских есть возможность в такой школе учиться. Вот, и она просто счастлива, что она может общаться на русском языке. И то же самое и для нас. И даже у нас была ностальгия по нашему общежитию, да? Вот мы сейчас приехали в октябре, пошли, его сняли на кинокарту. Помню, она позвонила в Испанию, нет, в Америку, знаешь, мамочка, в Россию все-таки хочется, потому что в России. Да. Это, конечно, фраза была, знаешь, мамочка, в Россию все-таки хочется. Так, отхожусь. И 13 уже. С ума сойти, боже мой, маленький ребенок. Все-таки. Ну, это, наверное, хорошо, что она уже с малолетнего возраста, можно сказать, уже видела совершенно другую жизнь. Да, конечно. Во-первых, она стала другим человеком, потому что я ничего не хочу сказать плохого о советской школе, но поскольку сама ей страдала 10 лет, я считаю, что это настолько глупейшая система давить в человеке личность, а Наташка, она просто очень живая, и она, если сядешь, скажешь, сядь, она должна понять, почему сесть. Она не просто не... Правда? Не сядь. Она совсем не тот человек, который, можно сказать, сядь, встань, лечь. И все время были проблемы с учителями, с учениками, какая-то зависть, какая-то... Какие-то вот такие вот отношения совсем не детские. Я помню даже, я первую юбчоночку, что ли, привезла из Швейцарии, и на какой-то утренник она ее принесла в школу. Вот так дети потом ее схватили и начали топтать ногами. И она потом боялась носить какие-то вещи дорогие, хорошие, в школу. Она говорила, нет, ты мне купи синенький костюмчик спортивный. Я ей привезла Adidas, все как половина. Нет. Ей было как-то тоже стыдно, что вот у детей там этого нет. Ну да, это советское испытание. Да, сейчас все нормально. Она в Германии, я очень рада, что она вот первые свои два года такого обучения, она прошла в Германии, она научилась выдержки, она научилась... Самостоятельно. Самостоятельно. Она целый год жила вообще в интернате одна. И мы вот летели из Японии, у нас стоп был во Франкфурте, мы взяли такси, два с половиной часа на такси туда и два с половиной часа обратно. Только чтобы ночью ее увидеть на три часа, потому что мы ее вообще четыре-пять месяцев не видели. Тяжело, конечно. И в Россию, конечно, хочется, и... Какой в России? Да, конечно. До какого года? Лучше до семнадцатого года, да. Вот сейчас мы читаем с Маркушей Вересаевой о Пушкине. Такое, да, такое впечатление, вот как будто мы где-то... Родились на паблике. Да. Марина, вы хотели стать оперной певицей с детства, когда учились в музыкальной школе или в консерватории? Как вы затрагиваете? Такой длинный-длинный вопрос. Говорить коротко или долго? Как вы считаете? Нет, я вообще хотела быть артисткой, начинала с того, что хотела быть балериной. И училась очень прилежно, и подавала очень такие неплохие надежды. Но потом мой папа сказал, какой ужас, они все занимаются без воздуха, и вообще это не профессия, и забрал. Вот, с тех пор я начала пытаться петь. Потом поступила в хоро-дирижерскую школу, там пела. Там всю жизнь все смеялись, что с таким голосом, значит, там, в горах арать, овец спасти, что такое. В таком плане. Но я совершенно случайно, меня мама просто повела в консерваторию, просто проверить, а есть ли он у меня вообще этот голос, для того, чтобы поступить на хормейстерские консерватории. Ну, вот совершенно случайно обнаружилось, что есть. Потому что и мой педагог по музыкальной школе, по хору всегда говорил, что, в принципе, я никак меня не выделял из всех. Вот даже я помню, девочки там пели соло, там, мне никогда не давали. Нет, один раз дали, а потом забрали. Я рыдала вот такими вот слезами. Тогда, хотя в детстве я даже не помню, чтобы кто-то мои слезы видел, потому что у меня было такое тяжелое спартанское воспитание, что если я, например, приду и пожалуюсь папе, что меня там кто-то побил, он меня еще раз побьет, чтобы я, значит, не жаловалась. Я должна была сама за себя или постоять, или потерпеть. А тут я плакала и говорила, «Азарина Федоровна, неужели вы не видите, что я должна петь?» Она не видела. И как же это произошло? Ну, как произошло? Вот мама меня привела в консерваторию, вот так, с домочкой, вот так вот затащила. И педагог спрашивает, «Ну, давайте, значит, что вы можете спеть?» «Не знаю, почему вы сюда пришли?» «Не знаю, а что, что же вы?» Я говорю, «Маму прийти». И мама так, «Ну, давай!» Вот, и что-то я ему, по-моему, сама сыграла Эдельвайс из «Звуки музыки» Роджерса тогда. Этот фильм вышел на экраны. И тогда очень популярную песню про лебединую верность, что-то такое, таким совершенно диким голосом закричала. И педагог сказал, что «Ну, ладно, если ты так споешь на экзамен, люстра упадет, тебя точно возьму». Вот так я и поступила. В принципе, хотела все время быть артисткой и надеялась, что буду балериной. Но папа мне это совершенно... Я это тоже хорошо. Да. То, что сейчас происходит. Да, но, в принципе, в консерваторию я поступила вот на... как она называется? Подготовительное... не подготовительное... педагогическую практику. «Давайте, на Бегусь-Корш-Адистри-Триумфмарш, биде, фон амфайан, Бегусь-Корш-Адистри-Триумфмарш, биде, ец, шнел, с Триумфмарш, фон амфайан». Замечательно. И я поступила на подготовительное... извините, как она называется... педагогическую практику. Это вот параллельно с 10-м классом. И потом, когда надо было уже поступать в консерваторию на следующий год, мне педагог... педагог сказал, «Нет, ну куда тебе, 16 лет, мне еще не исполнилось 17-ти. Полных 17-ти не было. Вот только должно было в августе исполниться. Ну куда тебе, значит, пойди еще поучись в училище». Пошла я поучиться в училище, на вокальный поступила. Что-то мне уже стало не нравиться, что-то у меня не шло с голосом никак. Я думаю, ладно, брошу я это училище, поступлю в медицинский. Пошла к подруге своей в анатомку проверить, ну как я смогу там. Увидела только этот труп на столе, и они как жуют эти чебуреки. Я по стенке и сразу же упала. Две недели я не могла кушать, я тогда сразу же поняла, что врач из меня уже точно не получится. И так получилось, что меня пригласили в консерваторию танцевать цыганку на балу у Флоры в Травиате. И там одну из восточных дев в свете Златогора. И вот я пришла в консерваторию. У них спектакли ставились. Я пришла... Как у вас было следующее? После Аиды что-нибудь для тебя? Ой, после Аиды я в Вену поеду. Да, что вы в Вену? Все. В Вену поедете? Отдыхать? Нет. Работать. Нет, отдых мне только в свете, только в конце августа. Каждый год сейчас мы решили с Маркушей месяц отдыхать в Сакраменто у родных. Потому что без отдыха это невозможно. И очень хорошо мы в этом году отдыхали именно в Сакраменто с родными. Это как-то дает чувство дома. Правда ведь? Хотя это Америка. Это очень далеко. Это не... Ну что делать? Там уже две сестры с семьями. Брат с семьей. Родители. И почти все семьи. Да. Все семьи. А в Вене что вы будете делать? В Вене у меня будет прекрасная там постановка Тоски. Прекрасная постановка Андрея Шинье и Пиковая дама. Вот. И в перерыве я еще уеду на 15 дней в Береге успеть акте. Вот это новая опера, которую я должна буду учить вот прямо вот сейчас. Работы много. А вы сказали насчет Кировского театра. Да, но это вот... Вы пока договорились с Гигамом Григоряном только вот так вот. Два дня назад. Он мне сказал, давай приезжай. Я сказала, ладно. На два дня приеду. Потому что все равно тянет. Тянет очень сильно. И какая-то вот такая вот... Не знаю, злость или что вот просыпается вот по поводу того, что что же произошло. Вот вы же думаетесь. Когда читаешь все эти книги о том, что раньше когда-то итальянцы приезжали к нам в Россию. Все приезжали к нам. Понимаете? Так, как платили в России, нигде не платили певцам. Певцам, артистам. Для того, чтобы Растрелли был известным архитектором, ему нужно было приехать в Россию. Понимаете? Это невозможно. Вот сейчас вот, когда мы получаемся, мы выходцы из одной из самых великих держав. И что мы? Что мы? Сейчас никто. Никто. Что мы и кто? Только прошлое. Будущее, сейчас никакого. Я думаю, это не... Нет, будущее должно быть. Но недавно служащие банка нам сказали о том, что... Что такое россияне вдруг приносят по 10 миллионов долларов, по 15 миллионов долларов наличными в банк ложить. Скажите мне, откуда? Откуда это всё? Сейчас вот такой какой-то период, просто идёт чисто разграбление. И что вот когда... Не знаю, мы приезжаем просто вот... Потому что есть люди, у которых нет денег. У которых нет ничего в этой жизни. Они не могут уехать. Но они ждут чего-то хорошего. И поэтому вот сколько мы в России спели и будем петь, это всегда только бесплатно. Я никогда не забуду, когда 3 года тому назад, 3,5 года тому назад, это были мои самые последние концерты уже в Москве. Потому что в Москве я уже после этого не пела. Как подходили вот эта публика. Вот так вот брала за руки и говорила, не уезжайте. Не бросайте нас. От нас все уехали. Вот такое вот состояние. Потом, когда уже хотелось мне и приехать в Москву, директор филармонии говорит, что... Я должна и сама приехать, и заплатить и за дорогу, и всё. И вообще они ничего не... Я сказала, ну пожалуйста, вы хотя бы можете мне гарантировать билет? Что будет потом? Гамбург-Москва, Москва-Гамбург. Нет, этому не можем. Естественно, не объясню. Почему? Да. Ну а сейчас, конечно, уже нет проблем. Мы летаем в Леуганзе, у нас нет. Сейчас даже есть прямое сообщение с Минска. А почему, как Вы думаете, почему сейчас из России в этот период, в этот год, в тот год, в это время, уезжают в основном только молодые люди? Очень большой поток молодых, 20-летних людей. Потому что они надеются, что они смогут ещё прижиться на другой земле. Это не так просто. Это вот как взрослое дерево. Выбрать с корнем. Оно у Вас не прирастётся никогда. Это тяжело. Старым людям это почти что невозможно. Вот даже родители моего мужа, они всё имеют. Они имеют пенсию, они имеют домик маленький, всё. Они хотят всё равно в Сухуми. Им говоришь, ну куда в Сухуми? Ну у Вас же уже дом разрушили. Куда Вы хотите? Вы опять хотите вот так вот работать всю жизнь? Семеро детей у них в семье было. Мать всю жизнь работала. С семью детьми. Никаких пособий, ничего. Это, конечно, страшно. Вот такие дела. И всё равно люди хотят возвращаться. Точно так же, как и мы. А в основном люди уезжают из-за своих детей. Мы Наташку забрали тоже. И для образования, и для здоровья. Потому что она себя очень плохо чувствовала уже в Нинске. У неё были головные боли. Она бледненькая была. Сейчас такая деваха стала, что... И куда делись головные боли? Ну, я не знаю. Сейчас настолько тяжёлый период. И, я не знаю, идёт такая, какая-то такая странная политика, что кто добивается власти, не власти политической, а какой-то вот где-то что-то. И вот старается вот именно нагреться на это. То есть это как вот Октябрьский, когда переворот был, только сейчас вот в обратную сторону. Вот это такой же вот, такая же анархия. Я не говорю «Октябрьская революция», это именно переворот. Не знаю, никакой революции. Я не знаю, кого нужно, но я думаю, что Бога, которого забыли, и которого действительно нужно, который действительно есть. Тем более почаще вспоминать. Да. Единственное, кого не хватает, это Бог. И то, что вот всё обрушилось на эту страну, я думаю, что это именно возмездие за то, что когда-то произошло, в 17-м. Какое будущее, как вы думаете, в России? Я думаю, что оно всё равно выкарабкается. Очень трудно, но выкарабкается. Потому что Россия и была и под золотой ордой. Как только если ты выпьешь свой периметристан. Да. Как прежде, а сейчас. ощутишь себя мессией и расцветёшь на радость всем врагам. На зависть всем врагам. Это не скоро, да? Я не знаю, вы знаете, я не гадала. От кого это зависит? От кого зависит? От кого вы выбираете? Кто ваши депутаты? А, то есть это только от депутатов зависит? Я не знаю, но это зависит от политика. Что там, как там, что сделать, чтобы лучше... Да, вообще очень странная вещь. Даже на самотек. Потому что вот сейчас вот Маркуша вспомнил стихи Игоря Талькова. Вы знали о нём, да? Я просто не представляю, как можно было в этом году, в наше время, вот так вот, чтобы потерять человека. Я думаю, что это было запланированное убийство. Ну, может быть, но это тоже, опять-таки, никто точно не знает. Опять-таки, что это за страна, что в ней никто ничего толком не знает? Ну, маленький нюанс. Когда мы уезжали отсюда иммигрантами и знали, что на 100% иммигрант. Поскольку нельзя брать с собой много кассет. Мы взяли какую-то две свои кассеты и кассету Игоря Талькова. И вот когда вот так вот доходило, мы включали и вот до такого состояния уже рыдали, как я не знаю что. Потому что под каждым словом можно подписаться, вот так вот разрезать вину и подписаться кровью. Под каждым словом. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Талькова Дима Талькова Дима Талькова Дима Талькова КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»